Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. Я надеюсь, что вы уже это помните или знаете, но кто не знает, будет приятно познакомиться. Сегодня очень захотела записать это видео по той причине, что, конечно же, я не могу закрывать глаза и делать вид, что ничего в мире не происходит. Да, действительно происходит, и на многих это оказывает какое-то нереальное влияние и, конечно же, депрессивное состояние, потому что, учитывая, что в той же Украине курс доллара вырос уже практически в пять раз, и похоже, что конца края не наблюдается. Естественно, первая мысль, которая есть сегодня в голове, когда человек просыпается, это что же будет, что делать дальше, как жить. И вот, знаете, сегодня хочу поделиться с вами тем, как живу я, тем, чем руководствуюсь я и что помогает мне конкретно. Я признаюсь вам достаточно откровенно, перестала уже достаточно давно париться курсом доллара и вообще чем-либо париться, потому что, ну, однажды я задала себе вопрос, ну, что изменится в твоей конкретной жизни, если ты будешь этим париться, если все, что тебя будет беспокоить и интересовать, это курс доллара, ну, что произойдет? Ну, ничего, кроме того, что станешь какой-то психичкой, невротничкой, да, и вечно злым человеком, который там что-то кого-то в чем-то обвиняет. То есть, собственно, никак позитивно на мою жизнь это не повлияет и никак на ней не отразится. Я подумала, соответственно, а что же тогда повлияет на мою жизнь, что же может сделать ее лучше? И я поняла для себя, что главное в моей жизни – это большая цель, это моя мечта, это нечто такое, что дает мне энергию и трансформирует меня совершенно в другую жизнь. То есть то, что меня зажигает, то, что способно сделать мою жизнь лучше, а также жизнь других людей, ну, то есть то, что очень нравится, то, ради чего утром хочется просыпаться, то, что дает тебе силу. И вот как бы это пафосно, возможно, не звучало, но я хочу, чтобы сегодня вы спросили себя, а если от всего абстракироваться, что вообще в жизни в этой мне нравится, что бы я хотела делать, какой я вижу свою жизнь, если не смотреть на курс доллара, если не смотреть на то, что есть какая-то ситуация в стране, еще что-то, если просто жить своей жизнью и идти своим путем, что это такое, что я хочу делать, где я в этой жизни, собственно, есть. И вот знаете, если вы не поленитесь и сейчас не махнете рукой, не скажете, ой, блин, какой-то очередной бред, а действительно зададитесь этой целью, поставите себе какую-то задачу перед собой, начнете увлекаться, то вы увидите такую интересную штуку, что, во-первых, у вас станет гораздо больше сил, во-вторых, у вас появится интерес и самое главное, что у вас уйдет вот это вот, ну, скажем так, желание или возможность, наверное, желание и возможность сидеть вот и как бы что-то обсуждать плохое. Что самое интересное последует за этим, это то, что вы начнете зарабатывать, у вас начнут появляться деньги, несмотря ни на что, несмотря на курс доллара, несмотря на вообще, несмотря ни на что. Потому что я всегда замечала такой интересный феномен, деньги любят, когда ты счастлив. Деньги приходят к тебе именно в тот момент, когда тебе классно, хорошо, когда тебе, может быть, и не нужны сами эти деньги, ну, как бы не в них смысл. Они начинают почему-то к тебе идти, они любят таких людей. Иногда нас раздражает, о боже, у нее все есть, и еще и деньги к ней валят. Вот, знаете, это все взаимосвязано. Поэтому сегодня подумайте над тем, что вам действительно нравится и хочется, что сегодня питает вашу душу, чтобы могло ее питать. Зачем вы пришли? И не в глобальном смысле, зачем я пришел, где мой путь, а начните просто что-то делать из того, что действительно вам будет по душе. Но в конце концов, кризис, в конце концов, да, какая-то хрень с этими деньгами. Отличный повод, значит, уволиться с нелюбимой работы или перестать заниматься тем, что уже вам, по сути, не приносит ничего, ни удовольствия, ни денег. Сконцентрируйтесь на удовольствии, сконцентрируйтесь на том, что способно дать вам силу. И вы знаете, все сложится. Я точно вам могу это сказать, потому что сегодня я занимаюсь тем, что меня питает, и могу сказать достаточно осознанно, меня не очень беспокоит и никак сильно не отражается на мне то, что происходит с этим гребаным долларом. Но в конце концов, не в этих долларах-то счастье мое. Счастье исключительно в другом. И для меня оно прежде всего в том, чтобы я делала то, что я чувствовала, то, что приносит пользу другим, и я получала от этого, ну, скажем, нескончаемое удовольствие. Как бы это громко ни звучало, это абсолютная правда. Поэтому становитесь счастливыми, заканчивайте следить за всей этой фигнёй, она когда-нибудь закончится, когда-то у вас что-то трансформируется. В любом случае это произойдёт. Поэтому пусть это произойдёт тогда, когда вы будете счастливым человеком. Воспринимайте кризисную ситуацию как главным трамплином для своего счастья, временем, когда не надо ничего бояться, потому что может случиться всё, что угодно. И не до конца от нас это зависит. Я думаю, что многие сейчас это понимают. Поэтому постарайтесь найти счастье в себе, постарайтесь зажечь этим других. И поверьте, это принесёт гораздо больше пользы, нежели пустые посты в Фейсбуке или просто какие-то рубни, ссоры на фоне того, что вот нет денег и как жить дальше. Пусть у вас всё будет хорошо. Я вам этого искренне желаю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok